Массовая гибель пчелиных семей – катастрофа, которая происходит в Рязанской области не первый год. У Натальи Поповой в этом году погибло 50 пчелиных семей в Рыбновском районе. Надо сказать, что она специалист с 40-летним стажем, преподаватель Академии пчеловодства. Обработали рапс и параллельно еще обрабатывали горох через поле, в котором пчелы летали на медосбор. И произошло такое двойное отравление. То есть, представляете, сильнейшие семьи, которые занимали 16-рамочные ульи с двумя магазинами, остались на одной-двух улочках пчел. После отравления, рассказывает Наталья, медосбор оборвался. Летная пчела погибла, досталась молодым пчелам. Вспоминает, что со дна ульи мертвых насекомых выгребало мусорным совком в ведро. Конечно, катастрофа. И как на первых порах агроном признался, лак-сервис, что обрабатывали монархом, это первый класс инсектицид, опасности. Вообще, я и консультировалась, в реестре он запрещен. Нельзя обрабатывать рапс. Но вот эти импортные препараты, они, естественно, направлены на то, чтобы быстро вредителей рапса уничтожить и параллельно уничтожает все живое. После таких отравлений, говорят пчеловоды, необходимо закрывать литки на 120 часов. Несколько пчеловодов попробовали закрывать литки на 4 дня. Тем не менее, после этого пчелы все равно погибли. В прошлом году у меня 12 улей пропало. Все умерли. Вообще ничего не осталось. А в этом году вот второй раз. Снова все начали, да? Да. Я закупил, значит, 8 улей. Вот один рой у меня вышел. И вот сейчас уже опять вот 3 или 4 погибаем. На круглом столе обсудили, каким образом должно работать оповещение для пчеловодов. Как должны соблюдаться расстояния при распылении химикатов до пасеки и не только. К нам в управление обратилось, было направлено 40 обращений. По факту гибели почти полтысячи пчелосемей. Эти все обращения мы рассматриваем индивидуально, потому что нельзя сказать, что именно в целом. И в каждом случае выясняем, было ли оповещение, правильно ли поменяли пестициды. И уже только вчера было вынесено постановление о Малинище, они показаны виновным. Потому что они нашли правила изучения пчеловодов о поменяемых пестицидах. Еще одна важная тема – отсутствие официальных лабораторий, которые могли бы определить пестициды иностранного производства. На круглом столе было внесено предложение их создать.